Оптимизацию бюджетных расходов в части предоставления регионального материнского капитала обсудили на комиссии по бюджетной политике, собрании депутатов Ненецкого округа. Напомню, региональный материнский капитал выплачивается с 2011 года и предоставляется при рождении третьего и последующих детей. На сегодняшний день он составляет 352 тысячи рублей. В 2014 году на выплаты материнского капитала было направлено более 80 миллионов рублей. Это в пять раз больше, чем в 2013-м. Связывают это с изменениями в правилах его использования. С прошлого года потратить мат-капитал многодетные родители могут не только на покупку жилья, образование и лечение, но также и на приобретение бытовой техники, мебели, транспорта, на ремонт, строительство гаража или бани, покупку сельскохозяйственной техники. По словам руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ниналь Семяшкиной, такие нововведения резко повысили задолженность жителей округа перед микрофинансовыми организациями. В ряде населенных пунктов техника продавалась коммерсантами в более дорогой цене, гражданинского капитала было недостаточно, и люди занимали микрофинансовыми организациями. Такие обращения у нас уже есть, чтобы им помогли выйти в эти платы, которые сегодня есть. К сожалению, такого возможности больше, чем отнести капитал, никому денег не ответить. Всего же в прошлом году на приобретение транспортных средств было использовано 169 сертификатов. Это более 48 миллионов рублей, 135 сертификатов или более 13 миллионов на приобретение товаров. К сравнению на жилье, за три года действия региональной программы материнского капитала было использовано всего 155 сертификатов на образование 11, на лечение ни одного. В то время как более 80% семей, которые используют маткапитал на приобретение техники и товаров, стоят в очереди на улучшение жилищных условий или выплачивают ипотечные кредиты. Поэтому сегодня и поднимают вопрос об эффективности такого рода поддержки и о возможности введения мер, ограничивающих в отдельных случаях направление использования маткапитала. Раз эта сумма законом выделена, мы её должны дать. Только что куда потратит эта семья вот эти деньги? Вот направление, да? Поэтому надо изучить действительно, сколько нуждающихся в улучшении жилищных условий, и есть ли необходимость ограничения, плюс какие транспортные средства, это машины или снегоходы. Вести ограничительные меры на использование материнских сертификатов надо. К такому мнению пришли участники комиссии. Вот только какие, предстоит тщательно проанализировать. Администрации округа рекомендовали до 6 марта проработать этот вопрос с учётом всех замечаний и предложений.